Вы смотрите новости онлайн. Отец Жанны Фриске, Владимир Копылов, пошел на уступки Дмитрию Шепелеву. Он отчаялся увидеть внука. Ради регулярных встреч с Платоном, мужчина готов отдать ведущему долю в загородном доме. Недвижимость давно является камнем преткновения между родными и близкими умершей певицы. Единственным требованием Копылову к Шепелеву это разрешение чаще видеться с маленьким внуком. Об этом рассказала ведущая программы «Дела семейные» на телеканале «Мир» Елена Дмитриева. Споры по поводу наследства, раздела имущества и права на собственность являются одним из самых распространенных тем в наших судебных разбирательствах. Но тем не менее, самыми драматичными являются разбирательство по поводу родительских прав и определение места жительства ребенка. Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в 21 веке возможно держать в залоге. Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем во время разбирательства. Несмотря на то, что Жанна Фриске скончалась два года назад, скандал вокруг наследства «Звезды» продолжается до сих пор. Ранее сообщалось, что россияне оказались поражены подлостью Дмитрия Шепелева. Люди высказывали уверенность, что ведущий настраивает своего сына Платона против родственников. Все началось с того, что на шоу Леры Кудрявцевой «Секретный миллион» Владимир Копылов и подруга Жанны Анна Городжия затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. Позже выяснилось, что состоялась встреча родных Фриске с ее сыном Платоном. Точнее, на свидание с мальчиком пришла только его бабушка Ольга. По словам адвоката семьи, малыш не узнал ее, казался отчужденным и напуганным. Теперь же Фриске намерены добиться более частых встреч с Платоном. Благодарю вас за просмотр! Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч! До новых встреч!